Здравствуйте! В эфире новости Осетии. Расскажем о главных событиях к этому часу в студии Вячеслав Музаев и вот основные темы выпуска. Я и мои товарищи голосуют за стабильный курс развития нашей страны. Сегодня второй день выборов президента страны. Избирательные участки открылись ровно в 8 утра. О том, как голосуют жители Иравского района и отдаленных сел республики, расскажем в выпуске. Глава республики Сергей Миняйло пообщался с создателями фильма «Позывной пассажир». Премьера киноленты накануне состоялась во Владикавказе. Подробности в выпуске. Честный, порядочный, очень надежный. Он настоящий друг. Заслуженному журналисту «Северная сеть», одному из основателей телеканала «Осетия Ирэштон» Эльбрусу Дзабиеву, 50. Мы пообщались с друзьями и коллегами юбиляра и расскажем о его профессиональном пути. Второй день голосования подходит к концу. Ровно в 8 часов закроются все избирательные участки. И у нас есть возможность узнать, как прошел этот день на участке, расположенном в Общественной палате республики. На прямую связь со студией выходит моя коллега Залина Калманова. Залина, здравствуй, тебе слово. Да, Вячеслав, добрый вечер. Сейчас мы находимся в Общественной палате республики. Здесь работает Центр общественного наблюдения. Затем, что происходит на избирательном участке в режиме реального времени, следят наблюдатели. Так завершится второй день выборов президента. Сейчас у нас есть возможность пообщаться с председателем Общественной палаты республики Ниной Чеплаковой. Нина Владимировна, здравствуйте. Расскажите, как проходит второй день голосования. Здравствуйте. Действительно, завершается второй день голосования на выборах президента Российской Федерации в самом важном, ключевом событии, политическом событии нынешнего года. Наша Общественная палата, на базе которой работает Центр общественного наблюдения, исполняет свою главную миссию. Мы смотрим, как осуществляется общественное наблюдение на каждом из 331 избирательного участка, которые сформированы и работают уже второй день у нас в республике. Я должна сказать, что прежде всего все наблюдатели выполняют свою миссию именно на участках. А здесь, как вы видите, вот за нашей спиной большой экран, на который выведены в интерактивном режиме участки избирательные. И мы можем наблюдать здесь члены нашего общественного штаба и Центра наблюдения за тем, как идет голосование в реальном режиме времени. Я должна сказать, что голосование идет достаточно активно. Люди идут с очень хорошим настроением на выборы, целыми семьями. И это очень хорошая, позитивная история, которую мы наблюдаем не только на наших экранах, но и когда ходим на эти участки. А мы постоянно посещаем эти участки. Мы видим, как идет голосование. Мы видим, что нет нарушений, которые могли бы повлиять на исход наших выборов. Более того, об активности этого голосования говорит. И цифра, число проголосовавших на вечер этого дня. 78% избирателей, зарегистрированных в списках нашей республики, уже приняли участие в голосовании на выборах президента. Это очень высокий уровень активности. Я от имени Центра общественного наблюдения и всех наших наблюдателей хочу поблагодарить наших дорогих сограждан, жителей нашей Осетии, граждан, скажу нашей Осетии, потому что выборы – это исполнение своего гражданского долга. И они это делают очень успешно. Осетия всегда с большим достоинством исполняла все значимые политические миссии. Я думаю, что и нынешние выборы тоже пройдут так же достойно. Поэтому я от всей души желаю каждому нашему гражданину исполнить свой долг и проголосовать на этих очень важных выборах. Это не просто выборы очередные, это выборы очень интересные, это выборы, которые определяют судьбу нашей страны на ближайшие годы. Поэтому участие в них – это очень важный процесс. Я думаю, что мы его с достоинством и исполним. Нина Владимировна, спасибо большое. Ну, а я напомню, ровно в 20.00 закроются все избирательные участки. Завтра последний день, третий день голосования. Ну, на этом у меня все. Вячеслав. Спасибо, Залина. Я напомню, на прямой связи со студией из Общественной палаты Республики была моя коллега Залина Калманова. Сергей Миняйло проголосовал в родной второй лагерской школе. По словам главы республики, за выборами президента России следят во всем мире, а все попытки извне повлиять на волеизъявления народа не увенчаются успехом. Он также добавил, в этот значимый для всей Родины период мы должны объединить усилия во благо и процветание страны и внести свой вклад в ее развитие. Я за сильную Россию всю жизнь. Служил России и пока служу. И, естественно, Россия без сильного лидера быть не может. Поэтому я за сильного президента и за сильную нашу Россию. За ее будущее и за ее процветание. Ну, а у нас выборы проходят нормально, без сбоев. Был один небольшой инцидент. Ну, в принципе, все международные наблюдатели, иностранные наблюдатели, которые у нас находятся, отмечают и высокую явку, и высокий, скажем так, патриотизм жителей нашей республики. А Борис Джанаев проголосовал в Центральной библиотеке Владикавказа. Председатель правительства отметил, делая свой выбор, россияне определяют будущее страны. Поэтому каждый человек должен выполнить свой гражданский долг и обозначить свою позицию. Мы сегодня с вами видим, как наша страна развивается. И, конечно, также она проходит сложный жизненный этап. Ну, я больше чем уверен, что это временное явление. И, на самом деле, сегодняшний выбор дает нам возможность быть вместе, быть едины, быть сильны. А вместе мы победим любую сложность и преодолеем любую неприятность. Поэтому я голосую за нашу страну, за нашу силу и за наше детство. Сегодня, как и вчера, поддержать своего кандидата в президенты на избирательные участки идут жители крупных районных центров и отдаленных населенных пунктов. Один из таких – за Долеск. Голосование там организовали в соответствии со всеми требованиями. В этом убедилась моя коллега Дана Малышева. В выборах участвуют жители труднодоступных населенных пунктов, куда не так просто добраться даже на автомобиле. Это за Долеск. В одном из самых высокогорных сел развернули мобильный избирательный участок. Голосовали здесь утром с 10 до 12. Несмотря на пасмурную погоду, людей было немало. Среди них и маломобильные граждане. 60-летний Мурат Салаев с рождения живет в Задолеске. Говорит, душа болит за родное село, в котором молодежи почти не осталось. Работы нет. Вот и голосует за будущее. У нас в Осетии, например, как? Хороший хозяин, у него в доме всегда порядок есть. Ну давай проголосуем за того человека, который будет действительно государство поддерживать, людей будет поддерживать и жизнь станет лучше. И если мы вместе это будем делать с президентом, я думаю, что и жизнь наладится, и все будет хорошо. Проголосовать и таким образом выразить свое мнение в новых для России геополитических условиях нужно, говорят жители. Иравский район горный. Из 21 избирательного участка. Шесть в труднодоступных населенных пунктах. Задолеск – село Крошечное, местных человек 50. И те, у кого есть право голоса, всегда делали это активно. Явка традиционно высокая. Конкретно Задолеск – это село, которое входит в задолеское сельское поселение. Помещение для голосования находится в Мацуте. Здесь транспортного сообщения с Мацутой нет. И людям удобнее проголосовать здесь. Для этого мы им организовали вот такую форму голосования. Вы видите, все для этого предусмотрено. Есть где проголосовать, как проголосовать и так далее. В родной Чикале поддержал своего кандидата в президенты председатель парламента Северной Осетии Таймур Астускаев. Здесь он вырос, окончил местную первую школу и обрел, как отметил сам, преданных друзей. Руководителя законодательного органа встречают осетинскими пирогами и национальным пивом. Каждый житель выбирает путь развития целой страны, сказал спикер. За стабильный курс развития нашей страны, за сохранение наших уникальных традиций, нашей культуры, нашей духовности, нашей нравственности, тех базовых принципов, которые определяли стабильное функционирование страны и создание условий для самореализации каждого гражданина Российской Федерации. Я сегодня вот именно за это и голосовал. На избирательном участке номер 60 много и тех, кто голосует впервые. Фатиме Баликоевой Таймур Астускаев вручил подарок. Пожелал успешно сдать экзамены и поступить в университет мечты. Сегодня важный день, потому что это были мои первые выборы. Для меня важно выразить свое мнение, а также поддержать будущее нашей страны. Я хочу жить в России, не хочу никуда уезжать, поэтому я голосую за сильного кандидата. Нарушений на этом избирательном участке нет. Жители Чикалы, как и все россияне, голосуют три дня. В таком формате выборы президента России проходят впервые. В районном дворце культуры для голосования используют электронные урны. Сделать свой выбор россияне могут 15, 16 и 17 марта. Избирательные участки по всей России открыты с 8 утра до 8 вечера по местному времени. Дана Малышева, Заур Кодзаев, Новости Осетии. В Северной Осетии выбирают не только президента. Люди голосуют за объекты, которые благоустроят в следующем году. Из 61 зоны отдыха приведут в порядок 35. Свой голос уже отдали больше 26 тысяч человек. Работают по федеральному проекту формирования комфортной городской среды. Проект реализуется по решению президента Российской Федерации и реализуется с 2019 года. С 2019 года по 2023 год, то есть по итогам 2023 года, с нарастающим итогом, у нас уже было благоустроено 186 общественных территорий и 402 дворовых территорий. Для удобства открыли пункты для голосования. Их развернули во Владикавказе и в районах республики. Жителям помогают больше 400 волонтеров-добровольцев. Кроме того, отдать свой голос можно, не выходя из дома, на госуслугах. На сайте 15.городсреда.ру Я приняла участие в голосовании через госуслуги. Проголосовала за благоустройство территории старой водной по улице Пожарского, потому что там прошло мое детство, это территория моего детства. Мне бы очень хотелось видеть эту территорию облагороженной, красивой. Я проголосовал за набережную, потому что считаю, что по этой набережной ходит очень большое количество людей, туристов, и она должна быть благоустроена. К другим темам. Сергей Минейлов встретился со съемочной группой фильма «Позывной пассажир». Он пообщался с гостями, поговорил о значимости проекта. Глава отметил, такие фильмы нужно и важно снимать. Они показывают, как наши герои отстаивают страну и ее ценности. История, рассказанная честно и достоверно, всегда найдет отклик среди зрителей. Напомним, Владикавказ стал одним из первых городов, где зритель увидел кинокартину. Одну из ролей сыграл министр культуры республики Суслан Фидаров. В основу фильма лег роман Александра Проханова «Убийство городов». Кинолента рассказывает о конфликте в Донбассе до начала СВО. Часть прибыли от проката ленты в кинотеатрах пойдет на помощь бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции. Вот уже седьмой год телеканал «Осетия и Рештон» работает бесперебойно в формате круглосуточного вещания. Компания стала вторым домом для десятков молодых и опытных журналистов. Они ежедневно создают уникальный контент, благодаря которому «Осетия и Рештон» держатся в топе лучших региональных каналов. Это все было бы невозможно без тех, кто стоял у истоков создания первого национального. Сегодня свой юбилей отмечает заслуженный журналист Северной Осетии Эльбрус Дзабиев. Подробнее о его профессиональном пути и вкладе в становление нашего телеканала расскажет моя коллега Алана Тумаева. Это Эльбрус Дзабиев. Человек, который изменил жизни сотен людей. Но обо всем по порядку. Заслуженный журналист республики Эльбрус Аймуразович учился работать со словом на журфаке СОГУ. Докан факультета Фадима Хабалова отлично помнит весь курс, потому что каждый студент был уникальным. Этот курс, в том числе он, это были очень интеллектуальные люди. Они очень серьезно относились к учебному процессу, они работали над собой, вне всякого сомнения. И это не просто было там самостоятельную работу выполнить, а действительно глубоко вникая в какие-то темы, проблемы, чтобы не просто владеть даже материалом, а уметь его анализировать, уметь обобщать. И у них у всех была своя точка зрения. Спустя годы Эльбрус Аймуразович сменил студенческую скамью на стол преподавателя. Учил будущих журналистов мыслить свободно и формировать свое мнение. Умел увлечь каждого в аудитории и точно знал. Журналистика – дело молодых. Все студенты, наверное, отзывались о нем одинаково. Это очень замечательный человек, который интересно рассказывал, который вовлекал абсолютно всю аудиторию. И мне кажется, таких преподавателей должно быть больше. Есть что рассказать и чему научить, когда сам опытный практикующий журналист, корреспондент информационного агентства «Интерфакс», канала НТВ, ГТРК «Аланя» на этом не остановился. Эльбрус Зайбиев был соучредителем крупного информационного портала. Возглавлял отдела тематического вещания и руководил продюсерским центром. Менялись проекты, не менялся подход. Всегда максимальная дача. Эльбрус Зайбиев уникален тем, что он человек в высшей степени принципиальный, очень профессиональный и в то же самое время, совершенно непонятно как, невероятно деликатный. Потрясающий, конечно, глубины человек, могу сказать, невероятно отзывчивый. И меня всегда поражала в том числе и глубина его таланта. То есть для меня ассоциация с его персоной – это всегда что-то очень стильное, очень качественное. Это какая-то такая неповторимая философия своя. Хочу сказать, что то, что моя профессиональная жизнь связалась с таким человеком по роду деятельности, я считаю, что это большая удача, да, иметь вот такого коллегу, наверное, даже друга. Готовя этот материал, наша съемочная группа пообщалась с десятком людей. Друзья и знакомые, юбиляры из разных уголков страны. Рассказывают многое и все как один говорят. Это уникальный человек, единственный в своем роде. Слишком добрый и лояльный к близким и не очень людям. При этом абсолютно не склонный к компромиссам по принципиальным вопросам. Но в целом добрый, хороший, с очень хорошей улыбкой. Добрый, честный, порядочный, очень надежный. Он настоящий друг. Странно чувствуешь себя, когда нужно сказать какие-то слова о родном человеке. Хочется петь дифирамбы и одновременно быть предельно искренним, не сфальшивить. Или просто было видно сразу. Но есть такие люди, они немного ярче светятся. Теперь это профи высокой пробы. Талант, интеллектуал, большое сердце и настоящий друг. Проверено временем и разными обстоятельствами. Мы рассказываем об Эльбурсе Таймур Азовичу в эфире национальной телекомпании «Осетия Эрштон». Вот уже седьмой год. Каждый день, каждый час и минуту вещания без перерыва. Это стало возможным в первую очередь благодаря ему. Национальное телевидение Северной Осетии было мечтой многих, а для Эльбурса Зайбиева стало четкой целью. Теперь это второй дом для нескольких сотен профессионалов. Место, где молодые журналисты могут полностью реализовать свой творческий потенциал. Очень благодарна за этот шанс, потому что я помню, как я пришла. И Эльбурс Таймур Азович сидел на собеседовании. Я помню, как я очень сильно переживала. Я прям помню, руки тряслись. И вот ты не знаешь, что тебя ждет, но ты очень хочешь попасть на телевидение. И я помню, что у него было такое доброе лицо. И я помню, что он сказал еще на собеседовании «Спокойно, мы все здесь люди, тебя никто не убитит, мы с тобой просто поговорим». И вот эти его слова, такие вот деликатные, добрые, очень успокоили. И он уже тогда поддержал. Я вот за это благодарна очень сильно. И благодарна сейчас, что я вижу, как у нас развивается наше телевидение. Мне очень нравится здесь работать. Я очень, очень и всегда буду благодарна за этот шанс, который он мне дал. Мы помним первые секунды в эфире. И каждая следующая для всей команды вот уже 7 лет не менее важна. Мы трепетно и с большой любовью относимся к своему делу. Осетия и Рештон – большая семья, собрать которую смог он. Мы благодарим вас за это. Ваша первая национальная всегда рядом. Алана Томаева, Сарман Сугаров. Новости Осетии. Это были все новости к этому часу. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова